Магнитогорск очередной раз принял активное участие в одном из самых массовых спортивных стартов гонки «Лыжня России-2016». В разных уголках нашей страны на лыжню вышло около полутора миллионов человек. Примерно четыре тысячи из них в минувшее воскресенье покоряли трассы экологического парка «Магнитки». С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Еще до старта основной программы соревнований состоялись забеги в рамках традиционного Кубка главы города. Пока его участники определяли лучших на дистанциях 3, 5 и 10 километров, остальные могли насладиться выступлениями творческих коллективов или просто прогулкой по экопарку, который этим утром выглядел по-настоящему сказочно. Мы сегодня много критикуем администрацию, что много снега. Это же хорошо. Посмотрите, как на улице. Светло, сугробы, детишки радуются. А дороги мы когда-нибудь все-таки уберем. Почетные гости, а по совместительству участники не забыли отметить, что нынешняя «Лыжня России» совпала с популярным праздником. Днем влюбленных. Этим утром мне и вам физкультура ближе. Потому и влюблены мы сегодня в лыжи. Воскресный день провести на улице, на лыжах, с семьей, с друзьями, а не на диване. Конечно, это лучше. И как в спорте, так и в любви. Главное, не лениться, как вы понимаете. Поэтому с праздником вас, дорогие магнитогорцы, и все на лыжах. Мы прославили свою магнитку и прославляем ее трудом. Поэтому давайте, конечно, и прославим ее таким массовым спортом. Особым гостем праздника стал ветеран Великой Отечественной войны Степан Федорович Колесниченко, которому в этом году исполнится 90 лет. Так и хочется выйти на свежий воздух, покататься на лыжах. Я уже в этом году находил 400 километров. Программу 34-й лыжни России в Магнитогорске по традиции открывал ВИП-забег, в котором стартовали руководители города, районов, учреждений, предприятий и организаций. Кто-то, как депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, был более нацелен на результат. Кому-то важно просто, уверенно пройти всю дистанцию символической протяженностью в 2016 метров. Следом на трассы вышли дети и школьники. Победительницей одного из забегов стала биатлонистка Карина Рашитова, недавно выполнившая норматив кандидата в мастера спорта. Погода очень хорошая, нравится. Обожаю бегать такие гонки, такую погоду. Сегодняшняя дистанция, она не коротковата для тебя? Конечно, короткая, но я привыкла к большим дистанциям. Не все пока готовы бороться за высокие места, но желания у многих хоть отбавляй. Анжелика Воропаева, например, в этот день выходила на старт дважды и в рамках Кубка главы, и в рамках Лыжней России. Буду рваться дальше, чтобы взять награды, чтобы выполнить все лучше, сильнее, выше, быстрее. На все обязательно получится. Разумеется, состоялись забеги для взрослых, для людей с ограниченными возможностями здоровья и для целых семей. Яркий пример спортивной преемственности поколений – дружная семья во главе с Раисой Ивановной Саровегиной. Дочь с мужем, сын, племянник, внучка и правнучка – такую команду соберет только настоящий капитан. Каждый год, уже много лет, помимо Лыжней, мы стараемся выехать каждое воскресенье прийти, и поэтому у нас даже правнучка научилась, у нее лучше получается на лыжах, чем на коньках. Конечно, каждый из четырех тысяч участников не мог добраться до призовых мест, но праздничного настроения в этот день, без сомнений, хватило на всех. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.